В эфире ОТВ. Время новостей и итоги. Меня зовут Анастасия Плотникова. Здравствуйте. Сейчас коротко о важных итогах уходящей недели. Любовь до гроба. В Златоусте похоронили мать троих детей. На теле женщины обнаружили следы побоев. В соседе говорят, что ее регулярно бил муж-тиран. До такой степени я не сбивал, чтобы она вообще умерла. Бьет, значит, любит. Был ли у погибшей Светланы шанс на спасение и почему она им так и не воспользовалась? Фасадная революция по-челябински. Что обещали и что сделали? Пальцы конкретно падали, а пальцы там вот такие. Состоялось ли обещанное преображение домов и что осталось по ту сторону фасадов? Воскрес. Жители Верхнего Уфале получили письмо от директора местного завода, которого все считали мертвым. Узнали, что он живой. А мы сказали, что он умер. Олегу Хохлову установили мемориальную доску с датой кончины, но выдающийся гражданин Верхнего Уфале прислал весточку с того света. Кто виноват в смертельном конфузе? Обычно мы не начинаем программу с криминально-бытовых трагедий, но на этой неделе произошло то, о чем важно и нужно говорить. В Златоусте после избиения мужа умерла мать троих детей. Статьи с шокирующими заголовками опубликовали десятки СМИ и сотни пабликов. Светлане Сергеевой было 26. Журналисты смакуют жуткие подробности ее смерти, описывают многочисленные гематомы на теле. Но согласитесь, сейчас ведь важно понять другое. Что заставляло молодую девушку молча терпеть регулярные побои мужа? Почему ее соседи и подруги, которые знали о потасовках в семье, не обратились в полицию? И как так получилось, что после похорон Светланы ее муж-тиран оказался на свободе и дожидал интервью нашему журналисту? Моя коллега Маргарита Хижняк попыталась понять, был ли у погибшей Светланы шанс на спасение? И почему она им так и не воспользовалась? Эту жуткую фотографию ранним утром 29 сентября получили родственники Светланы Сергеевой. Снимок окровавленной матери троих детей сделал ее муж Дмитрий. Какое она, все лицо, шея, то, что синее у ней, все лицо, губы все синие были. Мужчина уверяет, всего лишь пытался привести многодетную мать в чувство. По его словам, женщина выпивала. Домой приехал, где после часа никто не открыл. Залез через окно. Жена лежала пьяная, в церкви там ртом на диване. Я ее хотел привести в чувство. Бил ее по лицу, ладошками, по щекам. За шею тормошил. И все это на глазах у маленьких детей. К приезду скорой помощи девушка была уже мертва. Они, говорят, зашли, говорят, внучка-то 10-месячная. Она мертвой уже полосала. Нам соседи сказали, что она кричала «помогите». Но никто не помог. Это соседи тоже слышали. Слышали, а не помогли? Ну не помогли. Нет, никто не подошел. Мужа Светланы в этот же день задержали сотрудники полиции, но позже отпустили. Так как, несмотря на множественные гематомы, порезы, синяки и кровь, судмедэксперты вынесли заключение. Многодетная мать умерла от инфаркта. Родственники погибшей и бывший муж удивлены. У Светланы никогда не было проблем с сердцем. Я сомневаюсь, что у нее нет инфаркта, но она сердце никогда не жаловалась. Она родила троих детей сама. Не тесарили, ничего сердца не здорового было никогда. Она не жаловалась на это. Родители Светланы уверены, их дочь погибла от рук мужа-тирана. Дмитрий не первый раз избивал жену. Однажды сломал ей руку. Но женщина это скрывала лишь иногда. Рассказывала о побоях подругам. По их словам, издевался Дмитрий и над пятилетним сыном Светланы. Последнее время девушка порывалась уйти от мужа, так как еще и подозревала его в измене. И вот с этой подружкой он постоянно, ну, в последнее время с ней все время как гулял. Бывал, что дом не ночевал, ну что-то. И вот она ему вещи собрала. Хотела уже все, я с тобой на развод подавал. Ну, он при нас прямо говорил, если их на развод подашек, то я тебе прибил их, то я сам как тут сяду. В соцсетях все как один твердят. Светлана стала очередной жертвой домашнего тирана. От кулаков мужей в России страдают тысячи, а то и сотни тысяч женщин. Истории похожи одна на другую. Супруг начинает пить, потом бьет. На утро просит прощения, история повторяется. Многие терпят насилие годами в надежде, что агрессор исправится. Некоторые находят в себе силы, чтобы уйти, но и после развода не могут скрыться от преследования учителя. Дарья приехала в Челябинск из другого города. Попала в подобную ситуацию три года назад. Ушла из дома без копейки в кармане с четырьмя детьми на руках. Как и большинству жертв домашнего насилия, ей было некуда идти. От знакомых она узнала, что в Челябинске есть центр защиты семьи, материнства и детства «Берег». Тут помогают женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Оказывают помощь в виде продуктов. У меня маленькая, когда была, выдавали детское питание. У меня нет Челябинской прописки, я не могла здесь в подпунике получать бесплатную смесь. То есть мне выдавали в Береге, по-моему, выдавали смесь, подгузники выдавали, и кинемические принадлежности. Это большое подспорье. Сотрудники центра принимают всех, кто к ним приходит с мольбой о помощи. Помогают оформить детские пособия, документы, медицинские полисы. Им дают деньги, продукты, постельное белье и просто разговаривают по душам. Вся помощь, оказывается, у нас бесплатная. Юридическая, психологическая, продукты питания, средства гигиены, детское питание, подгузники, вещи, даже мебель, коляски, детские кроватки. А для тех, кому некуда идти, в центре работает кризисная квартира. Там мамы с детьми могут пожить, пока ищут съемное жилье и устраиваются на работу. Ее адрес сотрудники тщательно скрывают. Был случай, когда обманным путем агрессор узнал местонахождение жены, пришел и сбил возлюбленную, а заодно и работников центра, которые пытались за нее заступиться. Я говорю, что мама есть зимой. Кризисный центр создал челябинский священнослужитель. Отец Владимир Понарин. Его развитием он занимается с 2012 года. Сам приносит продукты, находит волонтеров, беседует с мамами. Грант на его открытие батюшка выиграл в Русской Православной Церкви. Сначала планировал только выдавать вещи и продукты одиноким матерям. Нам заявку вернули обратно и написали, а где приют. Нам пришлось добавлять приют, но мне уже тогда не хотелось этим заниматься, было страшно. Ведь женщина с детьми в квартире или в доме – это большая ответственность. И я даже говорил, Господи, если нам это не по силам, пусть мы не выиграем грант. Но грант мы выиграли, и я решил, что это благословение свыше и начал этим заниматься. За 7 лет работы от домашнего насилия в центре «Берег» спасли 4,5 тысячи женщин. С просьбой укрыть или помочь сюда приходят каждую неделю. Сейчас многие из них уже сами стали благотворителями. И чем могут, помогают попавшим в беду женщинам. Недавно центр выиграл еще один грант. Это обучение матерей, профессия. То есть швея, маникюр, парикмахер, флористика. Женщины получают за средства президентского гранта образования и могут выйти на работу, выстраивать свою жизнь, начинать ее заново. Почему об этом центре защиты не рассказали Светлане Сергеевой – большой вопрос. Ведь близкие знали, что женщину регулярно бьет муж. По статистике, в каждой пятой квартире женщина страдает от домашнего насилия. Как правило, побои и издевательства происходят за закрытыми дверями и за шторенными окнами. Как, например, здесь. Дом, который должен был быть крепостью, становится тюрьмой. И женщина редко, когда делится такими семейными секретами. И, по сути, остается один на один со своими страхами, горем и болью. Несколько лет назад в Госдуме ради укрепления института семьи ввели поправки в закон. Побои в семье перестали быть уголовным преступлением. Теперь это административное нарушение, наказание за которое – максимум штраф в 30 тысяч рублей. Который, к слову, будет изъят из семейного бюджета. Раньше за издевательство и домашнее насилие можно было получить два года лишения свободы. Депутат Законодательного собрания региона считает это несправедливостью. Статистика правоохранительных органов печальна. Декриминализация, задачей которой было сохранение института брака, послужила росту домашнего насилия. После череды страшных смертей молодых женщин блогеры попытались привлечь внимание к проблеме. В соцсетях запустили флешмоб с хэштегом «Я не хотела умирать». Ютуб-звезды размещают свои снимки в гриме, похожем на следы от побоев, и рассказывают от первого лица историю женщины, которая погибла от рук тирана. Лидеры общественного мнения надеются, что после резонанса удастся ужесточить наказание за домашнее насилие. Эффект резонанса сработал и в ситуации со смертью Светланы Сергеевой. После многочисленных публикаций в СМИ мужа женщины взяли под стражу и возбудили уголовное дело. В СИЗО мужчина пробудет один месяц и семь дней. Маргарита Хижняк, Андрей Ярушев, Клименте Молчанов, ОТВ. К другим темам. Что такое мягкая кадровая настройка? На этой неделе наглядно показал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Заявление главы региона, которое мы сейчас покажем, первое изменило расклад в структуре областной власти, второе дало серьезную почву для выводов политологов. Выводы важны. Давайте посмотрим, а потом обсудим их в студии. Я принял решение организовать работу с территориями по кустовому принципу, а ее координацию поручить людям с большим опытом государственного и муниципального управления, знающим специфику территории, с профессиональным бэкграундом. Давайте разберемся, что значит работа по кустовому принципу. Это значит, что отныне регион разделен на две группы. Первая – центр и юг области. Вторая – горнозаводская зона и северная часть. О каких людях с большим опытом говорит губернатор? Из имена этих людей известны Евгений Голицын, бывший зам по внутренней политике, и Станислав Мышаров, экс-председатель Челябинской городской думы. Теперь эти люди будут курировать происходящее в этих двух кустах. По предварительной информации, Евгений Голицын – первый куст, Станислав Мышаров – второй. И что важно, курировать будут в статусе заместителя губернатора. А это, по словам Алексея Текслера, даст городам новые возможности для развития. Ведь областная власть станет ближе и доступнее территория. Я лично воспринимаю эти перемены в правительстве как давным-давно назревшие. Давайте честно говорить. Самое главное из всего того, что там было, это тот самый кустовой принцип. Когда область берет конкретную ответственность за все, что происходит в муниципалитетах. Потому что то, что у нас там есть, мы все достаточно четко представляем. Есть люди, которые возомнили себя какими-то князьками, которые якобы правят какими-то уделами. Которые могут уехать, простите меня, из города отдыхать на юг, когда в городе нет тепла. Понятно, что эту проблему нужно решать. По сути, в правительстве создан новый институт территориальных представителей. И задачи у них уже есть. Создать стратегии развития и следить за исполнением поручений, особенно национальных проектов. Эксперты говорят, решение Алексея Текслера – результат многочисленных поездок по региону. И словно в подтверждение этих слов глава региона подытоживает. Я хочу, чтобы мои новые заместители присутствовали и занимались проблемами муниципалитетов каждый день, а не только, когда я посещаю тот или иной район. Ну, Магнитогорск, Копейск и Челябинск не попали ни в один муниципальный куст. Все дело в том, что правительство уделит им особое внимание. Эти города стратегически важны для региона. Ну, например, в Челябинске пройдут мероприятия саммита Шосс и Брик. Вспомните, еще весной нам анонсировали, что за лето в городе произойдет фасадная революция. Нам обещали, что стены домов на гостевых маршрутах осенью будет не узнать. Осень наступила. На этой неделе съемочная группа программы «Время новостей» и «Итоги» поехала проверять работу. И тут одна важная поправка. Все-таки работы нужны не гостям саммита и не чиновникам, а прежде всего нам с вами, жителям города. Мы преднамеренно сделали так, чтобы в нашем репортаже не было ни одного чиновничьего отчета, только люди и их отзывы. Их записал мой коллега Леонид Клеменчук. А какая деформация была? Что? Руки отваливали всю статую? Что у них было? Да, пальцы конкретно падали. А пальцы там вот такие. Они отсюда маленькие кажутся. А там вот такой кусок бетона. Это пол пальца. И дай Боже, если кому-то еще на голову упало. Теперь статуи Челябинского оперного театра для человека не опасны. Бетонных танцовщицу, музу и рабочего восстановили и перекрасили. Чтобы продлить жизнь скульптурам, строители использовали раствор из жидкого стекла. Им заполнили поры бетона, чтобы не проникала вода. За качество работы отвечает заместитель директора театра по эксплуатации Владимир Сазонов. Говорит, имеет почти полувековой стаж работы в сфере культуры и знает каждый миллиметр здания. Это памятник. И тот цвет, который был, вся палитра цветов, она однозначно осталась. Конечно, гранит маленько отличается. Отличается то, что был гранит. Хотя мы почистили несколько камней старого гранита, он практически такой же. Реставрация Челябинского оперного будет завершена в ноябре. А пока строители докрашивают здания и укладывают гранитные ступени. Новый имидж теперь у фасадов домов на проспекте Ленина. Их покрасили в цвета с теплыми оттенками. Как выяснилось, жителям такого цветового решения оказалось по вкусу. А почему теплый ближайший? Ну, не знаю. Он повышает настроение как-то, вот как в спокойствии. Он успокаивает немножечко, когда ты идешь. Не раздражает, когда это яркие краски. Конечно, было неповторимо было. Ну, сейчас, ну, более-менее. То, что вот напротив вот этого розового здания, это не очень красиво. Здесь вроде бы рисуется что-то такое интересное. Я, честно, даже не видел, что здесь было раньше. Я не так давно в Челябинск переехал. А цветовая палитра, вот видите, зеленый цвет. Как вам? Ну, вполне симпатично смотрится. Фасадную революцию в Челябинске планировали совершить этим летом, чтобы подготовить город к проведению мероприятий саммитов Шоссе-Брикс. К работе подключились и мастера уличной живописи граффити. Своими рисунками украсили 13 домов. Каждый уникален. Например, возле кукольного театра нарисовали девочку с ножницами, а буквально через дорогу на Кирово – птицу, расписанную под хохлому. Местные жители теперь предлагают свои варианты по будущему дизайну фасадов. Ну, можно же и сказок тоже делать. Это же тоже замечательно. Из русских сказок. Ну, чтобы было красной шапочкой, чтобы было в стиле русском. Идею изображения русских сказок на домах художники держат в голове не первый год. Несколько вариантов уже имеются. Но последнее слово за администрацией города. Здесь было очень много вариантов на детскую тематику. Там, ну, наши мультяшные герои русские. Вот, там у нас и чебурашка, и штор выглядывал, и там крокодил Гена. Мы с ребятами подумаем, предложим интересные варианты именно выборки, ну, именно и сказок какие-то. Вот там уже посмотрим, выберут, не выберут. Излюбленным местом горожан после ремонта стал и дом, где находится ЗАГС Советского района. Фотографы называют территорию дома островком Европы. Уличные кафе, гирлянды и современные живые изгороди. Город как-то становится более симпатичным. То есть вот историческая застройка, она привлекает внимание, особенно для фотографий. Ну, потому что рядом с панельными домами, согласитесь, фотографироваться не очень. Поэтому выбираем как раз-таки это место. Почетный архитектор России Сергей Шумаков оценивает обновленный облик города на четверку с плюсом. Говорит, работа качественная, но есть ошибки в подборе цветов. Я вижу, что качество работы хорошее. То есть вижу, что архитектурные детали восстанавливаются. Знаете, вот когда начинаешь придираться, то это уже все начинаешь выявлять. Верхний поезд, он отличается, скажем, от среднего и от цоколя. Но это настолько мизерное какое-то там колористическое решение. То есть они практически одинаковые. А по тону они все-таки должны немножко отличаться. Если фасады домов выглядят действительно как на фотографиях, то по ту сторону фасада картинка не для ленты Инстаграма. И у городских властей еще много работы. Леонид Клеменчук, Антон Шмаков, ОТВ. Ну, действительно важно не только то, что снаружи, но и то, что внутри. К стуку сердца вот этого человека, 56-летнего водителя из Челябинска Юрия Смирнова, на этой неделе с замиранием сердца прислушивались жители региона. Многим людям этот ритм дал надежду на жизнь. Юрий Смирнов стал третьим южноуральцем, кому пересадили сердце. Сказать, что операция сложная, ничего не сказать. В России ее выполняют от силы в 15 специализированных центрах. Врачи Челябинской областной больницы заменили один орган на другой в третий раз. Вопрос жизни и смерти. Старое сердце Юрия было сильно увеличено в размерах и практически не работало. Сейчас в груди водителя из Челябинска бьется чужое, но здоровое сердце. Я уже хожу по палате без одышки. То есть дома я делал порядка 10 шагов. Все, мне надо было сесть, отдохнуть уже. Ну, не работало сердце, в принципе. Врачи называют это кардиомиопатией. Сегодня под наблюдением врачей находится около 40 человек с таким недугом. Примерно половине из них показана трансплантация сердца. Мы на самом деле ведем этих пациентов сначала консервативно, максимально используя ресурсы собственного организма, резервы сердца. Но тогда, когда уже насосные функции сердца и миокарда заканчиваются, и резерва уже нет, остается только единственный путь – заменить это сердце. В Екатеринбурге каждый год проводят по 5 пересадок сердца. В Челябинске оперируют один раз в год. Но в планах кардиологов увеличить количество трансплантаций, чтобы звук сердца непременно продолжался. Ну, а сердце человека, о котором пойдет речь в нашем следующем репортаже, к счастью, бьется. Но на стене дома, где он когда-то жил, появилась мемориальная табличка из черного мрамора с датой его смерти. В 80-е Олег Хохлов был самым молодым директором завода «Уфалей Никель» в Верхнем Уфалеи. В 90-е внезапно исчез. Но на этой неделе, когда все его похоронили, неожиданно прислал письмо с того света. Мой коллега Владислав Чухровов прочитал послание, от которого мурашки по коже. Молодой, энергичный, целеустремленный. И нужно сказать, что он не скрывал никогда свои амбиции, что ему этой территории очень мало. Так профессор Юрий Абдурахимов отзывается о своем давнем друге Олеге Хохлове. Они познакомились в 80-х в Верхнем Уфалеи. Первый работал в городской администрации, второй возглавлял Уфалейский никелевый комбинат. Вместе развивали город в начале трудных 90-х, когда вся страна сидела без денег. Здесь появляются холодильники, телевизоры, видеомагетафоны, кухонные комбайны, продукты питания и все прочее. И все это рабочим раздается. За водом Олег Хохлов руководил до 93-го года, а после улетел в Америку и связь с ним прервалась. Все подумали, что умер. Юрий Абдурахимов предложил повесить на дом, где жил Олег Хохлов, мемориальную доску с его именем, датой рождения и смерти. Вот, кстати, та доска, которую мы буквально сняли после того, когда ошибка была обнаружена. Ошибка вскрылась, когда Юрий Абдурахимов получил письмо от друга с того света. Если вы стоите, то прошу вас присесть. Сейчас с вами будет установлен контакт из загробного мира. Да, да, дорогой Юрий Васильевич, я жив и здоров, ничем никогда не болел, полон силы и энергии. В этом году в кругу семьи и друзей отметил свое 70-летие. Оказалось, что Олег Хохлов жив, вместе с семьей живет в Америке. Однако в архивах и энциклопедии Челябинской области известного деятеля Верхнего Уфалея признали мертвым. Это вырезка из той самой Челябинской энциклопедии, откуда брали информацию для мемориальной доски. Хохлов Олег Игоревич, 49-го года рождения, умер в сентябре 2005-го в Лос-Анджелесе. А это вторая вырезка из энциклопедии инженеров Урала. Здесь Хохлов Олег Игоревич еще живой. Правда, выпущена эта энциклопедия была в 2002-м году. И фотография здесь не его. Вот так выглядит Олег Хохлов, увековеченный на доске памяти. А вот он с семьей в США жив и здоров. Восстал, так сказать, из мира иного, американского. А это район Никельщик, в котором раньше жили почти одни заводчане. Улица Чекасина. Ее назвали в честь первого директора завода. Название как раз предложил Олег Хохлов. И именно в этом районе он строил дома для работников предприятия. Здесь он раздал заводчанам 870 квартир. Рядом с районом Никельщик сам завод. Здесь же и поликлиника, которую тоже открыл Олег Хохлов. А это тот самый дом, где жил Олег Хохлов. На этом месте, кстати, висела табличка. Ее сняли, будут переделывать. Но помнят Олега Хохлова не по табличке. Его помнят здесь по реальным делам. Ой, ***. Это же мой кумир был. Хохлов. Он старался сделать все хорошо. Очень хороший был человек. Очень умный. Все вот упали. Сколько дома строил. Я хорошего мнения о нем было. Потому что он многим квартиры дал. А еще машины, бытовую технику и хорошие зарплаты. И жители Никельщика теперь в растерянности. Где мемориальная доска? В городской администрации спешат успокоить. Доску вернут. Только уберут тот самый ошибочный 2005 год. И еще присвоят Олегу Хохлову звание почетного гражданина города. Сейчас находится на рассмотрении в городском собрании ходатайства определенной группы лиц о присвоении почетного звания. Сам же при жизни похороненный просит добавить на доску новые регалии. Теперь он иностранный член Российской академии наук. И за эти четверть века на другом континенте он не забыл свой дом. Двухэтажный дом, улица Победы, номер 24. Конфу с мемориальной доской Олег Хохлов воспринял как хорошую примету. Говорит, преждевременные похороны к долголетию. Самое главное, что к его внезапному воскрешению из мертвых искренне обрадовались жители Верхнего Фалея. Те самые, для которых он сделал много добрых дел. Дай Бог ему земля пухом. А он жив еще? Нет. Жив-жив? Он живой? Узнали, что он живой? А мы сказали, что он умер. Нет, сейчас все. Сейчас поменяли табличку, сейчас будут менять. Он уже живой, все хорошо умер. Да, дай Бог ему жизнь. Здоровая, удача. Доброй людям надо жить. Владислав Чухров, Павел Головин. ОТВ. Ну, самое важное, что ко всему произошедшему главные герои этого репортажа отнеслись все-таки с юмором. Ну, а сейчас о том, что совсем не смешно. Бездомные животные могли стать причиной вспышки стригущего лишая в школе поселка Горняк под Копейском. По данным родителей, заболели 18 детей. Это ведь целая эпидемия. Впрочем, в школе приводят совсем другие цифры. И, по словам родителей, вообще пытались скрыть сам факт заражения. Скрыть не вышло. Родители забили тревогу. В школу с проверкой пришли специалисты Роспотребнадзора. Медики обработали помещение, а руководству учебного заведения выдали строгое предписание. В срочном порядке дезинфицировать классы и коридоры. Детей с лишаем отправить учиться в отдельные кабинеты. Сейчас школьников ежедневно осматривают врачи. Родители планируют обратиться в прокуратуру. По их мнению, если бы в учебном заведении о вспышке лишая сообщили раньше, массового заражения удалось бы избежать. Ну а мы продолжим выпуск после короткой паузы. Во второй части о том, кем работать, чтобы забыть о безработице. А также расскажем удивительную историю самого благородного пенсионера в Челябинске. Оставайтесь на ОТВ. Будет интересно. Это время новостей. Итоги. А это Василий Киселев. Челябинский пенсионер, фото которого на этой неделе облетели все социальные сети. Неожиданная известность пришла к нему благодаря одной его большой мечте. Создать энциклопедию кино. Но чтобы мечта сбылась, ему очень нужен мощный компьютер. Пенсии едва хватает, чтобы свести концы с концами. Поэтому деньги на покупку техники ему пришлось просить. На улице. Я могу обойтись без холодильника. Все равно там хранить нечего. Без телевизора. Мне не нужна модная одежда и обувь. Мне то, что люди дают, я то и нашел. А вот компьютер для меня – это целый мир, без которого я не могу. Целый мир для Василия Киселева – кинематограф. У пенсионера два высших образования, связанных с кино. Всю свою жизнь он собирал газетные статьи про актеров, кассеты со старыми фильмами, брошюры и учебники про кино. А теперь мечтает оцифровать все материалы и создать большую энциклопедию. Компьютер, тот, который у меня есть, сегодня он уже не тянет. Он куплен 15 лет назад. Он постоянно останавливается, тормозит, отключается. Василий Киселев пока собрал чуть более 8 тысяч рублей. На компьютер нужно как минимум 30. Киноман намерен все теплые дни провести на улице с протянутой рукой. Другого способа собрать деньги у него нет. Пенсия Василия Киселева – 8 тысяч рублей в месяц. Ну, оказывается, навык работы с компьютером на рынке труда в Челябинске – один из самых востребованных. Список самых нужных в городе профессий на этой неделе обнародовал сайт «Работа.ру». И в нем есть несколько довольно неожиданных позиций. Итак, по данным сайта в Челябинске, катастрофически не хватает хороших педагогов, швеемотористки и штукатуры тоже в большом дефиците. А вот неожиданностью стало появление в списке менеджеров и торговых представителей, которых, казалось бы, на рынке пруд пруди, но нет, оказывается, не хватает. Большой цене и профессиональные программисты. Логично, прогресс идет семимильными шагами. И как вы думаете, какая профессия самая востребованная в Челябинске? Не удивляйтесь, пекарь. Каждый навес – золото, ведь на 100 вакансий от работодателей приходится лишь 10 резюме от соискателей. Ну а сейчас время новостей из подпольного телеграмма. Я передаю слово автору нашей постоянной рубрики Владиславу Чухрову. Влад, о чем ты сегодня расскажешь? Да, Настя, спасибо. А сегодня поговорим о новых законах, о нашумевшем Тетрис-челлендже, ну и, конечно же, немного о винерах и лузерах. Телеграм-канал «Экономика» сообщает, что начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский призвал поднять штрафы для уклонистов от службы в армии в 6 раз. Для сравнения, сейчас минимальный размер штрафа – 500 рублей. Ты у меня будешь каждый день полыдраить? Есть полыдраить! А пока генерал предлагает повысить штрафы, в России с 1 октября уже вступил в силу ряд новых законов со штрафами. Огласите весь список, пожалуйста. Россиянам теперь запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, пишет телеграм-канал «Катарсис». Шашлычки теперь на балконе не пожаришь. Дедушка! Где она? Где-то пожар. Ой, какие невнимательные люди. А в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и гостиницы. Гостиничные услуги можно оказывать только в помещениях, внесенных в нежилой фонд. Челябинская область заняла 67-е место в рейтинге регионов по здоровому образу жизни, пишет канал «Консерва». Это очень плохо, не кажется вам? Быстро бросаем пить, курить и делаем область здорового человека. Зато у нас самые дешевые однушки, или как мы их называем, полуторки. Они теперь стоят меньше, чем в 2013 году, почти на 150 тысяч рублей. Данные того же канала «Консерва». В Москве для сравнения однушка стоит 7,5 миллионов. В Казани чуть больше 3 миллионов. В Терми – двух. В соседних Екатеринбурге и Уфе за однокомнатную квартирку придется отдать больше 2,5 миллионов. А в Челябинске всего полтора. Хоккейный клуб «Трактор» принял участие в нашумевшем «Тетрис-челлендже». Команда выложила на лед все необходимое для профессионального хоккея. Фото мы нашли в телеграм-канале одинобл.ру. Давайте посмотрим. Телеграм-канал «Давыдов Индекс» опубликовал исследования по упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах с 23 сентября по 2 октября. В десятке лидеров Алексей Текслер с результатом 117 упоминаний. Он же Алексей Текслер ежедневно занимал позиции винера, то есть победителя, по мнению авторов канала «Мамины напутствия». А теперь о других винерах и лузерах. Теперь горбатый! Я сказал горбатый! Станислав Машаров, как мы и предрекали, вернулся в большую политику. Его авторы канала «Мамины напутствия» включают в список винеров. Теперь он отвечает за самые проблемные территории в области. У-у-у! Прямо бинго! А в лузерах, по мнению канала «Мамины напутствия», депутат Госдумы Елена Емпольская. Пресс-релиз о том, что она проведет день в регионе, вызвал шквал язвительных комментариев и упреков. Это, конечно, надо умудриться так обрушить собственную репутацию, пишут авторы канала. На этом у меня все. Я напомню, телеграм запрещен на территории нашей страны, поэтому смотрите нашу рубрику и будьте в курсе запретных новостей. Настя, тебе слово. Да, спасибо, Влад. Но вот список так называемых лузеров вполне мог бы попасть заместитель главы Сосновского района Игорь Азархин. На этой неделе суд отправил его в СИЗО на два месяца. Чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Игорь Азархин лично подписал документы о приобретении здания старого общежития. В нем планировалось открыть детский сад. На покупку из бюджета направили 50 миллионов рублей. Однако выяснилось, реальная его стоимость 9 миллионов. Куда пропал 41 миллион. Сейчас это выясняет следствие. В администрацию Сосновского района нагрянули сотрудники правоохранительных органов, которые и задержали заместителя руководителя. В СИЗО его отправили до 1 декабря. Ну а мы продолжим подводить итоги недели сразу после рекламы. В финальной части программы о спортивном скандале в Коркино и драке двух стронгменов Емельяненко и Кокляева. Кто кому и за что рассек бровь, расскажем на ОТВ. Оставайтесь с нами. Это время новостей итоги. А это кадры, снятые во время проведения Южноуральской книжной ярмарки. Событие интересное тем, что здесь можно отыскать издания, которых нет в обычных магазинах. Первая леди Челябинской области тоже посетила выставку. И не просто посетила, а купила одну из книг. Я думаю, что я какую книгу могу приобрести. Хорошо, хорошо, да. В электронной библиотеке мы нашли ту самую книгу, которую выбрала для сына Ирина Текслер. Вот она. Детское издание действительно редкое, с очень яркими иллюстрациями. Называется «Это футбол. Игра, изменившая мир». Одна из цитат в аннотации «Футбол – самое важное дело из всех неважных дел». Естественно, авторы раскрывают неизвестные факты об этой игре. Но интересна она еще и тем, что написал ее необычный дуэт авторов. Взрослый журналист Лорен Николи и 13-летний мальчик Лев Вировиц. Юный футболист и блогер. Ну что ж, уверенно можно сказать, что в домашней библиотеке Текслеров появилась достойная книга про спорт. К слову, любовь к футболу сыну Миши передал отец. Алексей Текслер тоже давно любит футбол. Продолжим тему спорта. Скандал на этой неделе произошел в Коркино. Родители воспитанников секции каратэ пожаловались, что их детей якобы выгоняют из недавно построенного фока. Ситуация странная, особенно если вспомнить, что регион взял курс на развитие детского спорта. Мы начали разбираться. В итоге оказалось, что в этой истории есть второе дно. Мой коллега Андрей Михайлюк расскажет все подробно. Удар именно в голову. То есть мы так же заходим в ножик там. Ну, два, один, два удары. Раз, два. Богдан Дорошенко подчиняется тренеру беспрекословно. Каждый удар требует концентрации внимания и точной техники выполнения. Каратэ по-другому никак. С детства Богдан мечтал заниматься китайским боевым искусством кунг-фу. Пересмотрел все фильмы с Джеки Чаном и Брюсом Ли. Но попав на занятия по японскому каратэ, поулёгся не на шутку. Уже шесть лет подряд занимает призовые места на областных и всероссийских соревнованиях. Я жестоко тренируюсь, ну, то есть нагружаю себя очень сильно. И Игорь Николаевич, то, что мне показывает, я всё время это делаю и пытаюсь сделать идеально. Богдан один из самых опытных каратистов секции. Обладает синим поясом. Юноша уверен, таких спортивных высот он не смог бы достичь без Игоря Панова, его тренера и СНЦ. Занятия проходят шесть раз в неделю, а по воскресеньям игра в футбол или походы в горы. Испытания закаляют характер. Правда, на этой неделе проверка на прочность ждала не только учеников, но и учителя. Именно такой удар получил Игорь Панов в начале прошлой недели. Руководство ФОКО предложило освободить территорию и нанять другого тренера, ребятам. В руководстве физкультурно-оздоровительного комплекса заявили, Игорь Панов не имеет должного опыта для воспитания чемпионов. Юным каратистам нужно совершенствоваться, поэтому в секцию пригласили другого, более опытного наставника. Есть еще и более веский мотив. По словам директора ФОКО, в федерации каратэ, в которой состоит Игорь Панов, принято брать с воспитанников деньги. Чтобы получить пояс, нужно сдать экзамен, который нужно заплатить, и нужно заплатить за сам пояс. То есть и после этого ты получаешь пояс. Тренер Игорь Панов не отрицает, что такая система оплаты существует. Эта система, она действует во всем мире. Ее не поменять. Они платные, эти аттестации. Но эти деньги идут не мне в карман, как мне предъявляют. Эти деньги идут в федерацию и на оплату работы того человека, который принимает у нас аттестации. Однако, по словам директора ФОКО, такая система идет в разрез с политикой спортивного комплекса. Сдача экзамена на новый пояс, по мнению Романа Горохова, должна проходить абсолютно бесплатно. А новый спортивный уровень ученики обязаны завоевать в честном поединке. Ну, насколько они там тренируют их, насколько тренируют, подводят к этому, да. То есть и ребята, которые там ни разу не дрались, имеют какие-то пояса, какие-то заслуги. У нас вот есть дюдоисты, которые занимаются, им пояса выдают за победой. То есть выиграл, получил пояс, проиграл, иди тренируйся. Родители не отрицают, им приходится выкладывать небольшие суммы за пояса. Но платить они готовы. Главное, чтобы их дети занимались именно с Игорем Пановым. С просьбой не менять тренера они не раз обращались в администрацию ФОКО, но их игнорируют. Мы считаем, что все-таки это на личной неприязни основан конфликт, понимаете? Потому что если сказать, что наш тренер некомпетентен, то вот его заслуги, это нашего тренера заслуги, понимаете? Родители написали открытое письмо в администрацию Коркинского района. Ответа пока нет. Впрочем, самое главное, несмотря на конфликт взрослых, детские занятия каратэ в ФОКО продолжаются. В администрации физкультурно-здоровительного центра говорят, сейчас самое важное – качественно подготовить детей к стартам. Впереди областные соревнования. Андрей Михайлюк, Надежда Головина, ОТВ Но, к счастью, в этой истории до драки не дошло. А вот мужской разговор нашего земляка Михаила Кокляева и Александра Емельяненко на этой неделе закончился с кровью. Потасовка между челябинским пауэрлифтером и бойцом ММА произошла во время очной ставки перед предстоящим поединком. Получилось, что главный бой осени еще не произошел, а первая кровь уже пролилась. Емельяненко разбил лицо Кокляеву кепкой. На съемках. Тихо, 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 тихо. Пар EB, на съемках, тяжело. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Ребят, давайте все в ринге. Ой-ой-ой. Все в ринге выясним. Давайте аккуратненько присядем. Дайте салфетку, пожалуйста. В этом случае кепка, как брошенная перчатка, дуэли не миновать. Как оказалось, Михаил Кокляев – качок с ранимой душой, не вынес оскорбления Емельяненко. Друзья, конечно, приношу извинения за то, что не сдержал эмоций, но долго терпел-терпел Санины выпады. Но сечка до боя заживет. Нормально все. С ним пока. Выяснять отношения в ринге Кокляев и Емельяненко будут 29 ноября. И судя по тому, как прошла очная ставка, бой будет интересным. Ну что ж, будем ждать. А у меня на этом все. Все. Выпуски программы «Время новостей. Итоги» можно пересмотреть на сайте 1обл.ру. О итоге и грядущей неделе мы подведем в следующую субботу в 21.30 на телеканале ВТВ. Субтитры создавал DimaTorzok